Всем привет из солнечной Греции! С вами Юля, вы на канале о вышивке крестом. И сегодня я хочу вместе с вами повышивать мою бисерную работу «Тайная вечеря» от Чаривной Мыти. После того, как я выложила видео о старте этого проекта, поступило много запросов и комментариев, показать, как же вышивается этот арочный шов. Я напомню, что здесь вышивка идет не простым пришиванием бисеринок в ряд, как мы привыкли, а идет другой способ, называется арочный шов. И я специально сейчас открыла обложку набора. Это большая-большая обложка. Хочу показать вам. На обложке представлен отшив работы. Посмотрите, не знаю, покажет ли камера все эти стежки. Очень красиво. Я давно мечтала об этом наборе. Потом, когда купила, очень долго не могла приступить к его отшиву. И, наконец-то, все вот так вот взялось. Раз, и решила взять его в работу. Возможно, к воскресенью Христова я успею отшить этот набор. Так, давайте вернемся к тому моменту, что здесь у нас используется другой способ пришивания бисера, который называется арочный шов. Посмотрим, что это такое. Ну, во-первых, покажу вам саму основу. Немножко я шуршу, вожу. По-другому не получится. Вот. Смотрите, здесь у нас нет... Не знаю, видно, не видно, настраивается ли камера настолько... А, да, вот сейчас хорошо видно. Замечательно. Как вы видите, здесь нет привычных нам точечек, ограничивающих такие квадратики, где можно пришивать бисеринку, и видно точное место прокола для иглы. Здесь мы видим просто вот такие разные полосочки, потому что бисер здесь пришивается не по одной бисеринке, а сразу по три штучки. Показываю вам инструкцию. Вот. Настраивайся камером. Первый рисунок. Показано, что мы пришиваем первые три бисеринки. Вот мы их пришили. Потом иголку выводим на изнаночную сторону. И снова проводим через три бисеринки вот в начало. И здесь мы будем набирать следующие три бисеринки и пришивать. Вот таким образом идет у нас пришив по три бисеринки. Да, вот видно уже рисунок номер два. Снова набрали три бисеринки и таким образом продвигаемся. Вроде бы нет ничего сложного, но ко всему нужно прилучиться и как-то пристроиться. Давайте вместе немножко повышиваем. И я думаю, вам тоже будет все понятно. И мы немножко побеседуем на разные темы. Итак, вышиваю я эту работу на большой раме. Но, скорее всего, она будет немножко вот так вот постукивать. Она у меня не закреплена. Здесь лежит просто на столе, поэтому будут какие-то, наверное, звуки. Бисер у меня подготовлен вот в такие баночки с наклеенными номерочками. Очень-очень оказалась удобная организация. Я вот так открываю все баночки. Я сейчас немножко подготовлю себе пространство. Они легко откручиваются, легко прикручиваются. Видите, номерочки у нас находятся сбоку. Я себе выставляю их в ряд. Так, все, бисер готов. Ниточка у меня здесь тоже со мной рядом. Игольница с иголочками. Вот. Все, организация у меня готова. Вам это не видно. У меня здесь это все стоит немножко выше на столе. Сегодня у нас национальный праздник. 25 марта летают самолеты целый день, поэтому шумно. Не обращайте внимания на посторонние звуки. Так, здесь у нас ножнички. Ну, что? Хочу показать вам, что у меня вышилось. Немножко повожу камерой. Так, я тут стараюсь настраивать ракурс и пробую сегодня новую камеру. Мне кажется, качество будет получше. Значит, что я вышила? Я уже вышила. Вышила зеленым цветом одежды Апостола. Так, разошлись там самолеты. И перешла на левую сторону. Вышиваю сейчас вот этот рядок. Вначале было сложно, но потом я привыкла. И процесс, в принципе, идет очень-очень быстро. Дальше я планирую вышивать Апостолов, которые находятся у нас на первом плане. Вот сидят одежды. Буду их вышивать. Дальше буду расшивать стол. Ну, потихоньку буду подниматься вверх. До сих пор я не решилась, не придумала, как я буду перематывать основу, как только я вышью. Так как бисеры, бусины, они очень объемные. Но пока двигаюсь так, как получается. А когда уж я дойду к этому моменту, буду что-то придумывать. К сожалению, пока идеи у меня нет. Но что делать? Давайте я настрою камеру и покажу вам с близкого расстояния, как что у меня тут вышивается. Так, ну что, давайте приступим. Я вышиваю вот здесь такой маленький фрагмент, состоящий из нескольких полосочек одного цвета. Это у нас, смотрю сейчас на ключ, чтобы не ошибиться, 16-й. Берем нашу баночку с 16-м бисером. Обычно я отсыпаю себе немножко в крышечку, вот так, чтобы мне было удобнее. Здесь у меня уже закреплена ниточка, так как я вышивала-вышивала, и потом просто приостановила процесс. Значит, давайте приступим. Все, в общем-то, очень просто. Набираем три бисеринки. Три бисеринки. Теперь я их как бы примеряю, потому что здесь вообще нет никаких границ, где нужно делать проколы. Я примеряю, и в центре линии я делаю прокол иглой. Так, ну теперь я немножко пошумлю своей рамой. Дальше мне нужно вернуться в начало закрепления трех этих бисеринок, примерно в центр, там где был сделан прокол, вот таким образом. И снова провести иглу, вот вы видите, я надеюсь, вам хорошо видно. И подтянуть нашу ниточку. Все, вот все. Вот, все. Просто. Но кропотливо, потому что когда мы выводим снова нитку наизнанку и начало ряда, стежок он как бы ослабляется, нужно его подтягивать. Но я так понимаю по описанию, что специально используют данный метод, так как здесь не нужно вот такой плотного прилегания бисеринок, плотной натяжки. Здесь нужно вышивать немножко, наверное, даже в расслабленном каком-то положении. Вот я опять нахожу центр, протыкаю. Подтягиваю ниточку и все, готово. Вот так. Так, быстро, слаженно идет процесс. И знаете, мне очень-очень понравилось вышивать бисером. Я все больше и больше присматриваю себе разных бисерных процессов. И могу сказать, что вот бисером меня заразила именно Ксюша Арчи, потому что она показывает, так интересно рассказывает о своих работах. И вот именно у Ксюши я увидела, может так сказать, я оценила те вышивки, которые идут с частичной зашивкой бисера. Обычно на Ютюбе они такие работы не очень ценятся, потому что мало работы, несколько бисеринок. И как-то считается больше, наверное, для новичков. Но, посмотрев на работы Ксюши, как они красиво оформлены, как это шикарно смотрится. Такое оформление классное, что я просто в восторге. И да, я стала посматривать на бисерные работы. А потом, когда попробовала вышить несколько небольших тоже работ для пробы, понравится, не понравится, я поняла, что бисер это тоже очень здорово. Вот пока у меня нет больших работ и с полной зашивкой, может быть мне не надо. Есть несколько интересных наборов, в частности, вот как эта икона, где используется здесь арочный шов, золотые нити и бусины. Интересно работать с новыми материалами. Вот так потихоньку идет. Причем, видите, здесь у меня были вертикальные ряды, а здесь идут горизонтальные. И нужно укладывать бисер так, как идет линия. Есть линии здесь неровные, загибом, тоже нужно так укладывать бисер. Неудобно то, что эту раму мне некуда закрепить. Обычно я вышиваю, облокачивая ее на край стола и вышиваю. Но здесь сейчас для камеры я постараюсь держать ее на столе, чтобы и вам было видно. Поэтому она стучит. И от этого уже никуда не денешься. Здесь квадратные идут барашки, заглушки. И, соответственно, они неровно у меня закрутились. Кто-то ребром стал. И поэтому есть неровность на раме и стучат вот эти вот уголки. Постепенно рука уже, так сказать, набилась. И процесс идет. У нас сейчас предстоит ремонт. В кухне мы все очень долго думали, готовились, думали, может быть, переехать, снять другую квартиру, чтобы нам подходило по квадратным метрам, по площади. Но потом решили, что так как мы свою площадь сразу купить сами не можем, решили не снимать, платить большие деньги за квартиру. Решили за эти деньги просто привести в порядок. Привести в порядок наше жилье. И потом, когда будет возможность, тогда мы уже купим либо дом, либо большую квартиру, как мы хотим, квадратов 200. Наша квартира по нынешним меркам маленькая. У нас всего 75 квадратов. Маленькие балконы, старенькая. И ремонта здесь давно не было. Нужно поменять, сделать полностью ремонт на кухне, в ванной. Ну, а в жилых комнатах особо ничего нет. Просто мебель мы хотим поменять, освежить обстановку, поменять немножко интерьер. Вот. И начнем мы с кухни. Скоро-скоро предстоит все это дело. Сразу после Пасхи я очень волнуюсь и переживаю. Потому что все процессы, вот эти организационные, они лежат именно на мне. Вот. Ну что, куда деваться, буду заниматься. Точнее, я уже все подготовила. Заказала кухню. Организовала практически всех мастеров. Вот. Но я очень сильно переживаю, потому что мне нужно будет контролировать их работы. А я-то не специалист. Не знаю, что меня ждет. Очень не хочется мне каких-то ошибок, каких-то разочарований. Все материалы, все это дорого стоит. И потом что-то заплатить и быть довольным в том, что что-то там пошло не так. Я этого очень боюсь. И очень сильно переживаю. Ну, что делать? Никто не застрахован от каких-то ошибок. Остается только надеяться на то, что все будет хорошо. Кстати, все материалы и кухню я заказала в Леруа Мерлин. Хотела я вначале в Икея. Ну, тоже дешево, сердито. Да, да, как бы такой стиль для всех. Ну, решила все-таки съездить и в Леруа Мерлин. И мне там понравилось больше и качество, и обслуживание, и все материалы. Намного, намного, намного лучше, чем в Икея. Ну, это на мой взгляд, да. У всех же вкусы разные. Вот. И поэтому я решила все взять там. Тем более, там есть и сразу и материалы, и плитка, все необходимые вещи. Не бегать по тысячам магазинов. Я это не люблю. Вот. Я люблю тоже покупать все в одном месте, все в куче, чтобы все в куче привезли, а не ждать тысячу доставок оттуда-отсюда. Все. С одного места все привезли, установили. И в один день все закончили, все мучения, мытарство. Вот. Поэтому остановилась я на Леруа Мерлин. Сделала там заказ. Ждем. Кухня у меня будет французской сборки. То есть она производится на заводе во Франции. Поэтому идет очень долго. 30 рабочих дней. Вот. Мы ее ждем. Я выбрала стиль эко, экологический. Может быть, немножко похож на прованс, но больше, наверное, эко-стиль. Когда ее мы установим, все-все там сделаем, все поставим, все расставим. Я вам, конечно, покажу, как это все смотрится. Пока показывать нечего. Рассказываю. Вот. Так что ждут меня тут такие работы серьезные. Причем нужно будет менять трубы все там переносить. Мы решили закрыть одну дверь у нас на кухне. Две двери. Одна как бы в коридорчик выводит, а вторая соединяется с комнатой, которая по плану. Это столовая. Но мы столовой по существу пользуемся. Но не очень нам удобно, потому что там у мужа также офис по совместительству. Столовая, кабинет, скажем так, рабочая комната. И мы решили, что это не дело. Закроем мы эту дверь. И будет у нас просто вторая комната. А кухню мы таким образом немножко расширим. Повыбрасываем там половину всякого ненужного. И поэтому она расширится. Столовая нам по существу не нужна. Мы это два человека. Нам достаточно одного столика сесть, покушать, выпить кофе. Вот. И таким образом мы получим еще одну большую-большую комнату. Там, где будет рабочая комната мужа. Вот. А гостиная у нас салон нормальный. Прихожая тоже нормальная. Там просто нужно организовать мебель, сделать по-другому. Вот. В общем, в этом году я решила заняться нашим домом. Поэтому я все откладывала на этот вопрос. Потому что у нас свой магазин. Свой магазин всегда тянет очень много средств. То товар завести. Побольше товара завести. Разного товара завести. То, что-то пошло, что-то не пошло. Разные перепады, перепои. Какие-то изменения. Вот. И нужно всегда себя страховать. Поэтому мы дом оставляли все время напоследок. Вот. Ну, а тут уже я взбунтовалась. Уже говорю, ну, все, хватит напоследок. Сколько можно. Надо привести дом в порядок. Поэтому начнем с кухни. А потом у нас еще ванна. Ванна у нас очень большая. Там можно в футбол играть. Там работ много будет. Там все в плитке. Плитку нужно будет все сбить. Сбить один в простенок. Вот. Поэтому я решила пока не начинать. Такие прям уж работы масштабные. Скорее всего, вставлю на лето в ванну. Чтобы можно было уехать на недельку. Куда-нибудь уехать. И оставить мастерам все пространство. Потому что, ну, мы в любом случае жить-то не сможем с таким ремонтом. Ни ванны не будет, ни туалета, понятно. Ни условий невозможные. Поэтому, скорее всего, ванна будет идти у нас летом. Я надеюсь на это. Ну, а дальше уже будет видно, что да как. Не хочется загадывать. Планирую. Хочется. Надеюсь. Мечтаюсь. Ну, дальше будет видно. Ой, промахнулась. И причем на ванну у меня пойдет намного больше средств. Потому что там большая площадь. Очень много плитки. Плитки, разводки и всего остального. Кухня подешевле у меня обойдется. Ну, тоже. Не дешево. Так. Ну что, мы тут дошили с вами несколько рядков. Я вам рассказала о делах житейских. Что у меня здесь происходит в моей жизни. Немножко с вами поделилась. Так. Ну что, две. Две, наверное, сделать одна лишняя. Бисеринка. Я надеюсь... Оп. У меня выскочила ниточка. Я отвлеклась. Я надеюсь, процесс вам понятен. Как у меня тут что происходит. Может быть, кто-то захочет тоже приобрести такой набор и попробовать. Рекомендую. Вот. А на этом я буду с вами прощаться в этом видео. Желаю вам хорошего настроения, творческих успехов. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok